Глава девятая. Работа над длинным текстом. Краткий гид по марафонской дистанции. Я требую от авторов. Будьте безумны. Если вы неодержимы своей темой, историей, героем, его миссией, выйдет что-то теплохладное. В недлинной статье отсутствия обсессии ещё как-то можно задрапировать мастерством. Но на дистанции очерка и книги читательское внимание улетучится. Надо воспринимать свой труд как проект, на который отводится существенное время жизни и который поможет вам достичь каких-то личных целей. Поэтому я и употребил слово «миссия» — если вы не знаете, зачем пишете, сойдёте с длинной дистанции. Горькая правда заключается в том, что даже если вы одержимы, вам придётся пережить несколько стадий работы над написанием длинной истории. Они чем-то напоминают знаменитые стадии принятия крайне неприятных новостей — отрицание, злость, торг, депрессия, смирение. Если вы психологически не готовы или пишете длинный и сложный текст в первый раз, это эйфория, я пишу, злость. Получается что-то не то или то, но в пять раз медленнее, торг. Может, мне написать в два раза короче или вообще не писать? Бессилие. Я не знаю, что с этим делать. А вот если подготовиться и изучить все возможные эффекты и ловушки процесса изготовления серьёзной истории, всё может пройти легче. Во-первых, надо точно знать, что это закончится. Непогода не будет вечной. Колонны, тьмы писателей создавали тексты куда длиннее вашего и проживали целую жизнь с написанным. История героев встраивалась в их жизни, мешала, иногда разбивала их. В общем, ваш случай вполне себе лёгкий. Во-вторых, надо точно знать, что вас обязательно посетит упадок сил. Сначала уйдёт вера в свои литературные способности, затем вера в тему, а потом и просто вера в то, что вы сможете закончить. Это нормально. Встаньте, подойдите к окну. В этот момент в мире тысячи человек скрипят перьями и мучаются точно так же, как вы. Они тоже не могут добиться лёгкости письма и сформулировать мысль. Им также кажется ерундой то, что они делают. Они тоже видят, что удачливые блогеры одним гэгом собирают тысячи лайков и сколачивают армии фанатов. Среди этих тысяч писателей победит тот, кто выстоит и продолжит работу над историей, в чью важность поверил. В-третьих, надо понимать, что всё пойдёт не так, как вы рассчитывали, но планировать и придерживаться плана необходимо. Да, какие-то куски вы точно напишите медленнее, но, возможно, и обратное. Разогнавшись, вы поймёте, как писать и быстрее одолеете текст. В-четвёртых, без ежедневной нормы у вас ничего не получится. Нужно придумать её себе и чётко придерживаться. Я пишу не менее трёх тысяч знаков с пробелами, или пять тысяч, или десять тысяч, но не меньше. Но и такая психологическая подготовка может не сработать, когда начнутся типичные проблемы long-form writing — создание произведений крупной формы. Разберём каждую из этих проблем. Проблема А. Текст начинает жить своей жизнью. Это может произойти по нескольким причинам. Работая над серьёзной историей, мы часто, уже только разогнавшись, понимаем всю её глубину и меняем мнение о том, что она значит, какую роль играли те или иные герои, события. Или мы можем на этапе создания финальной версии подробного плана недостаточно глубоко продумать структуру истории. Например, уделить чрезмерное внимание какой-то второстепенной линии или, наоборот, отвести герою второстепенную роль, хотя он гораздо более важен. Или мы можем ещё раз построить график, где сводятся воедино прогрессия героев, явления и шкала событий, и обнаружить, что что-то пошло не так. Наконец, если это развивающаяся в настоящем времени история, многое может меняться прямо на глазах. Вы думали, что расследовали всё, что можно, а на самом деле вовсе нет. Прекрасный пример — очерк «Новое лицо» Ричарда Норриса из американского издания журнала GQ. Там автор начинает рассказ о человеке, которому пересадили кожу на лице и по мере расследования его истории понимает, что родственники и сам герой ему врут. История дрейфует от типичного очерка о человеке, который попал в беду, страдал, изменился, научился жить по-новому и получать от жизни удовольствие куда-то в сторону сериала «Настоящий детектив». Кстати, у документалистов с героями проблема ощущается не так сильно. Гораздо страшнее у авторов игровой литературы, где герои оказываются не тем, кем их проектировали, отвязываются, совершают непредвиденные поступки, и их создатель в итоге понимает, что или они не годятся, или надо перепридумывать вообще всю историю. В нашем случае достаточно добавить существенный кусок текста органичным для истории способом, флешбеком или главой, где случается еще один виток понимания происходящего. Иногда требуется скорректировать весь план, но самое сложное, если обстоятельства изменились резко и протагонист с антагонистом поменялись местами. Однако этот риск изначально заложен в работу документального писателя. В любой момент могут открыться новые обстоятельства, и все перевернется с ног на голову. Останется лишь смиренно перепиливать историю. Проблема Б. Вам становится ясно, что много лишнего, и история слишком большая, а вам уже поставили рамки, редактор или издатель. В данном случае действует один закон, как можно меньше воды. Лишние слова, необязательные разъяснения, дописанные ради нужного объема, мемуары и личные соображения в топку. Личный редактор никогда не будет держаться за заданный объем текста. Если ему очень нужно занять некое бумажное пространство, связанное с объемом журнала или типографическими соображениями по поводу количества листов книги, он придумает или попросит вас придумать инфографику к тексту. Это могут быть фото, коллажи, выносы, справки, краткие словари, таймлайны и любые другие уместные графические ходы. Если же вам попался неприличный редактор, жесточайше стойте на своем. История хорошая, динамичная и не отпускает читателя ровно при таком количестве знаков, поэтому я сокращаю тот или этот пассаж, и давайте подумаем, если нам, ну, очень надо заботиться об объеме, какие дополнительные элементы мы можем придумать. Проблема В. Вы чувствуете физическую усталость и отвращение. Поздравляю, вы нормальный автор. Как правило, это ощущение возникает между первой четвертью и экватором рукописи. Если это книга, текст больше ста тысяч знаков с пробелами, то оно может посетить вас еще раз, где-то к началу последней трети книги. А вот на последней трети практически никогда. Это, как говорят альпинисты, преодолевающие километровые отвесные скалы, фаза дожимания стены. Конечно, у каждой истории свои особенности. Прибежав к финальной сцене, автор может разочароваться во всей вещи. Но так происходит крайне редко. Где бы ни наступил кризис, очень важно сконцентрироваться в первую очередь на интонации. Нашли вы ее? Затем важно прислушаться к своему внутреннему рассказчику, сесть и вслух порассуждать о том, что происходит с историей, почему она развивается не так, как следовало бы. Да, выглядит как сеанс дилетантской психотерапии, но поговорить с собой вслух очень полезно. Также полезно повторить еще раз, что написанная неидеальным образом книга лучше, чем не написанная вовсе. Вы сами и ваш редактор отшлифуете текст, но для начала надо, чтобы было что шлифовать. Вспомните рукописи Пушкина с многочисленными правками. У каждого психа своя программа, а у каждого писателя, свой способ писать. И конечный результат того, кто пишет сразу набело, вовсе не обязательно оригинальнее или интереснее того, кто переписывает по 10 раз. Если вы дожили до экватора рукописи, преодолев вышеуказанные проблемы, значит, фаза дожимания стены у вас пройдет по накатанной. А вот если проблемы еще не посещали вас, значит, посетят. Если вы написали свои сотни тысяч знаков без сучка, без задоринки, значит, с текстом явно что-то не так. Исключение — научно-популярные тексты, учебники, в общем, документальная литература, где нет ярко очерченного сюжета, героев и их развития. Итак, вы дописали черновой вариант, редактируя его по ходу дела. Что дальше? Предстоит несколько важных этапов редактуры. Вот они. Первый. Сквозная правка легкой рукой. Второй. Отслеживание, насколько ярко и четко выражены главная идея и магистральная линия сюжета. Третий. Дополнительная проверка информации. Четвертый. Финальный тюнинг текста, отделка ключевых эпизодов. Их будут цитировать, они запомнятся читателю. Чем-то похоже на план уборки квартиры, но на самом деле саморедактирование — целое искусство. Я расскажу о нем в отдельной главе. Выводы. Первый. Приготовьтесь к работе в угольном забое или к длительному путешествию, связанному с лишениями, гарантированным упадком сил, депрессией. Я больше не могу. Исхожу с маршрута и так далее. Второй. Приготовьтесь к счастью и ощущению, что проделана действительно серьезная статья и огромная книга-работа. Третий. Создайте свой ритуал перед ежесуточной нормой текста. Без ритуала в том или ином виде длинный текст писать очень трудно. Четвертый. Если хочется застрелиться, несколько дней, а то и неделю, не притрагивайтесь к тексту и даже не думайте о нем, а потом откройте на случайные страницы и начните читать. Вкус вернется. Пятый. Когда-нибудь это кончится. Как надо. Первое. Написать и отредактировать экспозицию, то есть самый первый эпизод, и не двигаться дальше, пока он не будет отшлифован. Второе. Начать писать дальше, назначив себе дневную норму. Третье. Держаться этой нормой. Четвертое. Перечитывать эту главу, когда будут начинаться описанные в ней кризисы. Пятое. Помнить, что все когда-нибудь кончается и что на редактуру достаточно времени. Все можно исправить. Смотрите «Черновики» Евгения Онегина. Как не надо. Первое. Писать приступами по нескольку дней с перерывами на нервный сон. Второе. Писать по сто тысяч знаков за раз, если, конечно, вы не чувствуете при этом эйфорию от того, как классно воплощается обозначенное в вашем подробном плане. Третье. Писать в измененном, введенными в организм химическими соединениями, призванными повысить креативность сознания. Четвертое. Отчаиваться каждый раз, когда пишется нелегко. Пятое. Бросать книжку на полдороги, потому что сил больше никаких нет. Это никому не нужно. Тема не стоит таких страданий.